Джок. Хороший сейчас, хороший, радуется. Да? Все нормально? Молодец. Все, ладно. Вот как протекает зимовка на пасеке. Ну, что там внутри не знаю. Живы, не живы. Но следов мышей не замечено. Потом уже поближе, в феврале, наверное, где-нибудь, второй половине уже, потихонечку буду откапывать. Передние стеночки буду откапывать. И потом уже послушаю, где они шумят, не шумят, живы, не живы. У меня есть специальный фонендоскоп, ну, медицинский. И, короче, им я прослушиваю пчелок. Там уже вот известно, где живы, где пчелы, где не живы. Посмотрим, что будет. Так, сейчас схожу вот туда. Вот это у нас кедровая сосна. Это я посадил нынче. Ну, кедр, короче. Не знаю, выживет или не выживет он. Снежок стряхну. А то под снегом-то его нагибает. Вон как нагибает. Снег тяжелый. Потом, особенно, когда мокрый будет, он вообще может все сломать. И сейчас вон к той сосне схожу. Здесь не пойду, наверное, с той стороны будет. А можем, в принципе, и тут пройти. Интересно даже, что там такое творится-то. Ну, вот здесь вот на вентиляции видно. Иней там, значит, живы. Теплый воздух выходит, вентиляция работает. Нетерпеливый я все-таки. Слышно. Шумят гул, так ровный. Хороший гул. Ну, какой он и должен быть. Значит, пчелы не голодают. И примерно где-то они от передней стенки, ближе к серединке уже. Ну, примерно по звуку так. Обычно по звуку как определить можно. Если пчелы где-то впереди находятся, ближе к передней стенке, то кормов еще достаточно. Гул такой ровный. Если пчелы уже к дальней стенке перешли, ну, по голову слышно. Особенно, когда фонендоскопом слушаешь, то понятно, что они уже перешли за половину уже ульев, за половину рамок. Значит, уже они уже эту часть съели кормов и уже сюда перешли. Ну, пока нормально. Другие слушать не буду, пусть не будут. В принципе, сейчас здесь не особо-то так шуршит снег. Снег мягкий, пушистый, как бы не особо хрустит. За это не стоит переживать. Улья не заваливаю, потому что улья здесь утепленные. Они каркасные. Внутри пеноплекс и с двух сторон фанера. Они хорошо зимуют, и там, кстати, им тепло. Ну, как тепло, они поддерживают температуру, которая им необходима для зимовки. Кстати, тоже здесь можно наблюдать. Вот воздух выходит теплый с вентиляцией. Нормально. Посмотрим дальше. Сейчас я продвигаюсь вот к этой сосне. Вот эту сосну, я помню, садил много лет назад. Она была высотой где-то ну, около метра примерно. Хорошо прижилась. Ну, это обычно сосна. Хорошо она прижилась. Вот видите, какая выросла высокая. Я ее в прошлый год, нет, позапрошлый год я ее верхушку подрезал, чтобы она вверх сильно не разрасталась, а вширь немножко росла. Ну, кстати, вот эта осинка, я тоже ее подрезал, а вот эти боковые ветки пошли вверх и стали расти. Ну, тоже, может быть, весной подрежу, потом уже. Сейчас не буду здесь ничего делать. Так, тут тоже нормально. Нормально. Вот, зачем я сюда пришел? чтобы немножко стряхнуть с нее снег. В прошлый год, когда снег сильно нападал на нее, такие шапки висели прям. И что произошло? Когда снег стал намокать, тяжелый стал, мокрый, и произошло следующее. Вон ту ветку отломила под весом снега. Вот эта вот веточка. Вон она стала желтеть. Я ее пытался немножко подвязать, но опять ее, видимо, это сломало чуть-чуть. Много стряхнуть снег. Хотя в этом году, вот на сегодняшний день, пока не так много еще снега. Но еще впереди часть января, февраль и март. Ну, в март это там уже будет подтаивать немного. Совушка наша стоит, охраняет тут все от мышей. Смотрит за мышами, чтобы они тут не летали. Ну, колода пустая пока. Колодей никого нет. Вот так вот оно все выглядит. Сзади ульев. Так, сейчас еще немножко стряхну, там снег. Он с тех веток. Стихнет. Стихнет. Вот так вот. Стихнет. 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 не хочется чтобы в этот раз еще и поломал жалко вот все труды только росла ветки все сломает посмотрим может быть вот эта веточка она все таки привьется как-то сама я уже не буду ее трогать не буду приподнимать чтобы совсем не отломить так остается ну вот вроде бы здесь еще зеленая ну вот частично уже желтеть начинает сейчас кто-нибудь напишет умные слова ты зачем по ходишь шумишь шуршишь да не нужно об этом беспокоиться пчел вообще сейчас не тревожу даже если я хожу по снегу я повторюсь что здесь снег он не хрустит так как как в морозы например или когда он слежавшийся такой или когда он мокрый замерзший после этого тогда он еще хрустит сильно сейчас книж снег пушистый его не слышно не знаю я раньше тоже так думал у меня все говорили вот ты лишний раз тут лопатой не шурши не скрипи это пчел беспокоит ну вот прошлой зимы которая первую зиму я вообще тут 3 все ходил прямо над ними думаю вот лишний раз движение не сделать а потом и ходил зимой и все нормально и никаких проблем не было есть пчелы все выживали и кормов хватало и ничего не тревожило и ходишь ну короче долго объяснять это все конечно если сейчас улью буду задевать там до стучать по нему тогда я беспокою но я улита вообще не задевать не трогай нормально здесь тоже вентиляция работает воздух выходит вот здесь тоже самое вот этот улик немножко наклонился криво стоит в ту сторону но я его не буду трогать пусть он тоже так пока стоит весной потом поправлю он не упадет на подставке стоит просто вот эта сторона и вот эта правая на ножка просела осенью видимо я чуть не обратил внимание сразу то и оставил потом уже когда морозы ударили и я уже не стал их трогать думал а ну пусть стоит потом уже та шапка вот скинется весной подниму вот такие шапки вот представляете уровень снега какой сейчас находится вот еще часть снега сдула так чтобы она еще больше был больше 60 сантиметров вот если учитывать от крышки засуда его досюда ну сантиметров наверно около 70 сантиметров снега учитывая по крышкам он там еще больше той ладно пойдем пока нормально пока все живы посмотрим чтобы дальше весна покажет все покажет весна январь еще на улице на днях заезжали в магазин купили сапоги такие теплые теперь можно и по снегу ходить это все в галошах выходил все нормально было посмотрим опять же это предположение только хотелось бы заселить колоду хотелось бы заселить еще опи домик получится не получится не знаю ну как бы есть в планах такое если все семьи выживал все нормально то можно от них вот делать уже отводочки поделить их пойманы раи еще какие-то будут за может быть получится заселить а если нет ну опять будет пустой стоит улев у нас все достаточно там он стоят они шифером закрыты у забора и короче улев давать так что даже их делать не буду рамки только час стал сделать но я буду делать уже наверное может феврале или в марте когда теплее будет холодно скорей бы уже весна ну ничего как-то время летит вообще моментально уже считаю вот январь вторая половина января а тут февраль феврале уже все все нормально потому что день уже увеличивается и феврале уже при ясной погоде немножко начинает подтаивать снег с крыши начинает капать немножко так совсем там часа на два на три наверное когда пока солнце не зайдет в марте уже более-менее еще таять начинает при ясной погоде кстати конечно там и снега могут быть и морозы ударяют в марте там по 30 бывает и по 35 бывает ну редко уже вот поэтому это уже все равно уже ближе к весне но как-то уже настроение уже такое более бодрый уже ждешь уже лето когда можно снова работать с пчелой снова на пасеке не знаю нам нравится нравится работа с пчелами на пасеке уже она как-то успокаивает ну по крайней мере мне меня успокаиваю так хорошо как с пчелой работ когда жужжат кругом летает кстати нынче какой-то законы не знаю выпущу вышло он не вышел на многие пчеловодные каналы там уже эту тему поднимали что законы какие ветеринарное санитарное короче правило вышли новые на пасеке на промышленные на любительские общение важно ну там короче честно сказать я вот послушал посмотрел там полнейший бред просто я не знаю кто эти законы составляет потом действительно полнейший бред просто не знаю другими словами как это назвать человек который составляет такие законы это просто который вообще не сведущих не сведущий в этой сфере вообще никак вообще не понимают как но я не буду сейчас это все озвучивать это долго песня то уже короче это отдельно уже надо писать но посмотрим как это будет нынче ну просто ударили по многим пчеловодам действительно ударили когда там ну их просто такие вот эти ветеринарном или санитарно-ветеринарное правило по пчеловодству их просто ну нереально просто исполнить но просто вот нереально потому что там или специально это дело чтобы как-то выжить это пчеловодство в россии или просто зажать просто всех чтобы просто люди не разводили пчел не занимались промышленным пчеловодством даже любительским пчеловодством просто два-три улика ты уже имеешь там уже начинают тебя зажимать это вообще короче там наши ближайшие соседи были 350 метров от твоего от пасеки ульги должны на пасеке стоять три метра друг от друга но это вообще полнейший бред какой-то вообще как если у человека допустим маленький там закуточек где он просто одну-две семьи поставить для себя так для семьи для себя чтобы разведить пчел ну как там и в то же время сами не себе противоречат а как же павильоны в павильонах там вообще никаких там просто семьи разделены перегородками какие два-три метра я ничего не понимаю чтобы улей над землей стоял где-то не менее 30 сантиметров вот если мне память не изменяет но какой полнейший бред в то же время павильоны стоят на уровне выше чем на земле они стоят на прицепах на каких-то передвижных этих прицепах вообще не понимаю что хотят делать короче законы составляют люди которые вообще не сведущие в этих сферах вообще не сведущие хотя бы просто теорию изучили бы потом уже составляли какие-то законы а так ну как но то ладно это отдельная история это конечно вызывает массу негативных эмоций против всего этого потому что людям не дают развиваться людям не дают работать работать именно на себя этим же медом пчеловоды который занимается промышленным пчеловодцем они же кормят других людей конечно есть там обманщики которые продают не настоящими вот но это отдельно уже тема а так вот ну как я не понимаю просто вот в общем вот такая вот сегодня тема у нас интересная посмотрел что там творится но опять же скажу что результат живы будут и живы семьи это уже покажет весна ну где-то наверно в конце марта я уже еще буду раз прослушку и в конце февраля на середине февраля буду прослушивать пчел все-таки буду как чтобы там не говорили вот кто-то говорит не лезть туда не вообще ну я я так считаю что лучше заранее пресечь проблему чем потом разгребать или весной открываешь там все осыпались и никого нет всяком жизни бывает хотя вроде с осени ты все готовишь и кормов достатке там полный улью меда нынче где-то хорошее было меда мы им оставили вполне вот так вот еще на 2 сезона хватит и от клеща мы обработали пчелы в общем все сделали все что нужно но насекомые-то насекомые ты никогда не изучишь их до конца почему они умерли почему там осыпались там почему матка пропала там почему не убили там или еще в общем такие тонкости которые даже опытные пчеловоды с 30-40 летним стажем это бывает не знает по какой причине там та или семья та или иная семья просто осыпалась грубо говоря что говорить уже про меня там про таких как я подобных чайников которые только белую какие-то первые вторые шаги в этой сфере вот поэтому что тут сказать люди вот всю жизнь занимаются пчеловодством там по 50 по 60 лет до самой старости уже чуть ли не до смерти уже пчел держит это порой пчелы принесут какой-нибудь сюрприз такой что человек который можно сказать закрытыми глазами все делать задает себе вопрос а почему так почему произошло то что ты вроде бы не ожидала оно произошло там погибла семья там еще что-то там в общем слет какой-то произошел коллапс особенно осенний бывает когда бывает слет пчел даже опыты пчеловодов слет пчел бывает тоже не берутся за голову как почему пчелы слетели кто-то говорит там из-за клеща слетая этого кучи в общем заклещённой семьи тут еще разные то есть предположение но сто процентов то никто не может понять почему насекомые это же не животные ниже не могут тебе сказать у нас такая проблема приди исправь и потом улетим или помрём так что животное тоже ну животными попроще конечно там спицы немножко попроще с насекомыми посложнее немножко это же раньше думал думал все время думал как это так вот не все так просто ну вот такая вот сегодня пчеловодная тема ну все равно как говорится уже уже зимой начинаешь думать и примерно уже планируешь план работ каких-то как и что нужно сделать как говорится готов сани летом телегу зимой все равно же нужно как-то немножко планировать весенние работы что там предположительно как куда что в общем вот такая вот сегодня тема зимняя пасека что тут творится как оно все будет хотелось бы нынче конечно запустить колоду запустить эпидомик хотелось бы но покажет время как что и 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